Здравствуйте! Вы смотрите программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. У нас в гостях сегодня Елена Кудешова, волонтёр приюта для бездомных животных. Елен, здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти и поговорить об этой серьёзной проблеме. Давайте начнём с вас. Немного расскажите о себе, о том, как вы пришли к волонтёрству. Сколько лет вы уже этим занимаетесь и не побоялись ли вы этой ответственности? Ведь это очень сложно. Я занимаюсь помощью бездомным животным больше пяти лет. Нет такого момента, когда я пришла именно к волонтёрству. Просто с самого детства мы подбирали кошек, собак, потихонечку пристраивали, ещё когда я жила в другом городе, и когда это всё было, скажем, не так профессионально. То есть мы давали объявления через газету и потихонечку пристраивали животных. Правда, не в таком количестве. Не могу сказать, когда наступил этот момент, но я поняла, что у меня очень много животных, которые сейчас на пристройстве находятся, которым нужно найти новых родителей. И тогда уже поняла, что я волонтёр. Причём я занимаюсь волонтёрством как в частном приюте, так и в муниципальном приюте. А что такое частный муниципальный приют? В чём отличие? Отличия несколько. В первую очередь, это в условиях содержания. То есть в муниципальном приюте огромное количество животных. Как правило, это несколько тысяч кошек и собак. Там есть рабочие, которые кормят животных, которые убирают за ними вольеры, которые поят животных. Но животные очень нуждаются в социализации в муниципальных приютах. То есть они нуждаются в общении с людьми, потому что волонтёров достаточно мало. В муниципальный приют вообще, в принципе, не очень легко попасть. Вам нужно найти другого волонтёра, который сейчас является волонтёром этого приюта, и вместе с ним попасть на территорию приюта. А почему так сложно? В определённые часы. К сожалению, трудно сказать, почему так сложно. Не всегда условия в приютах хорошие, в муниципальных приютах. Порой тех людей, которые приходят, шокирует обстановка, шокирует то, что они видят, количество животных даже в первую очередь. Поэтому для муниципальных приютов есть строгое условие посещения их, строгое дни, строгое часы. Волонтёры в муниципальных приютах работают бесплатно, да? Конечно. Так же, как и в частных приютах. И в частных, и в муниципальных приютах все абсолютно работают бесплатно. За идею. За идею, за помощь животным, за то, чтобы пристраивать как можно больше животных. Потому что в приютах огромное количество тех, у кого нет просто шанса. Потому что до них не доходят руки. Их не пиарят в социальных сетях. Им не ищут родителей новых, новых хозяев. Их не социализируют. Потому что в первую очередь будут пристраиваться те животные, которых волонтёр уже социализировал. Социализировал? Что это значит, если попроще? Ну, если, например, мы говорим с вами о кошке, то приучил к хождению в лоток. А если мы говорим с вами о собаке, то это в первую очередь хождение на поводке, на выгул. Ну, социализация ведь с людьми. Разве социализация это не процесс привыкания к людям? То есть кошка может отлично ходить в лоток, но она может бояться людей. В том числе, вы абсолютно правильно говорите, в том числе и привыкание к людям. Потому что порой в муниципальных приютах нам приходится выносить животных из вольера на руках. Они очень боятся людей, они забиваются, они боятся выйти за границы своего вольера. Потому что здесь они всё знают, здесь для них всё знакомо. А за границей этого вольера они не знают, что будет. А почему они боятся выйти? Потому что большинство из них очень долго сидят. То есть это может быть год-два. Многие потерпели от рук человека жестокое обращение. Скажите, а вообще есть ли сейчас какие-то тенденции в этой проблеме? Вот вы занимаетесь пять лет волонтёрством, ну так вот активно. Что изменилось за эти пять лет? Стало хуже, лучше или как-то по-другому всё стало? Есть какие-то такие моменты? Больше, скажем так, больше стало заниматься людей. Потому что в первую очередь я считаю, что волонтёр не просто должен помогать животным. Неважно в каком приюте, в муниципальном или в частном. Он должен людей других заражать своим примером и как можно больше пропагандировать идею того, чтобы люди забирали животных с улицы, приезжали в приюты. Потому что бывает так, что на плечи одного волонтёра ложится ответственность за огромное количество животных. Но ведь всегда проще, если у вас дома одна кошка или одна собака, взять ещё одну с улицы и с помощью советов её пристроить достаточно быстро. Потому что, честно говоря, не бывает непристраиваемых животных, бывает просто мало пиара. Лен, а вот всё-таки мы... Давайте вернёмся к вопросу о частных и муниципальных приютах. Вот про муниципальные приюты я поняла, что там достаточно много животных, условия не всегда хорошие, потому что не хватает рук и не хватает, я так думаю, финансирования в частности. А вот частные приюты, они лучше для животных? Частные приюты, да, гораздо лучше для животных. Что такое частный приют? Частный приют – это приют, который существует у обычного человека. То есть приют можем организовать вы, я, любой другой человек. То есть я могу, допустим, спокойно организовать частный приют. А как это сделать? Это сделать достаточно просто. Необходимо зарегистрировать некоммерческую организацию и найти помещение. Либо коммерческую организацию и точно так же найти помещение. То есть это должно быть какое-то юридическое лицо? Это должно быть обязательно юридическое лицо, с которым заключается договор у арендодателя. И в дальнейшем вам нужна ещё одна проблема, самая важная, одна из важных проблем – это поиск помещения. Потому что, к сожалению, в нашей стране не рады животным. Не хотят видеть их в сдаваемых помещениях как сами арендаторы, которые находятся рядом, так и арендодатель. Понятно. То есть нужно подобрать какое-то специальное помещение. У него есть какие-то критерии? Нет, критерий. К счастью, в нашей стране пока нет каких-либо регламентов, нет каких-либо критериев. Поэтому, в принципе, можно открыть приют практически в любом помещении. Главное, чтобы арендодатель был согласен с этим. Хорошо, я поняла. Ну вот смотрите, а вот что животное ждёт в приюте, когда оно туда попадает? Вот в муниципальном приюте, да, вы сказали, что очень часто не доходят руки, некоторые животные, как я понимаю, там просто могут умереть. Просто сидят, да. Они сидят годами, это бывает и пять, и шесть, и более лет животное сидит и постепенно угасает. А в частном приюте? В частном приюте ситуация лучше, потому что, ну и больше людей, больше помощи. Частные приюты всегда рады помощи, то есть они всегда рады гостям в любое время суток, если позволяет, в принципе, зайти в это помещение. Поэтому туда приезжает больше людей, о них знают, у них есть сайты, как правило, у них есть свои профили, которые они ведут. В муниципальном приюте некому везти, то есть там нет какой-либо должности или нет какого-либо человека, кто будет заниматься именно продвижением приюта. В частных приютах сами, обычно сами, те люди, которые организовывают его, и занимаются продвижением. Как животное попадает в приют? Есть несколько путей, да, я так понимаю? Да, есть несколько путей. Если мы говорим с вами о частных приютах, то это только с улицы подбирают либо люди на каких-то условиях, сдают в приют, либо сами хозяева приюта подбирают животных. Если мы говорим с вами о муниципальном приюте, то это только отлов. Отлов собак и кошек. Собак и кошек. А другие животные попадают в приюты? Какие-то, не знаю, кролики, морские свинки? Ну, отлов только для кошек и для собак организован. Если мы говорим с вами о частных приютах, то да, попадают. Конечно, бывает. И черепашки даже бывают. Да, у нас было такое. Поэтому абсолютно какие-либо животные, если они находятся в беде, то волонтер, он всегда откликнется, он всегда придет. И, в принципе, человек, который знает проблему с бездомными животными и имеет к ней хоть какое-то отношение, он никогда не пройдет. Не важно, будь это морская свинка, кролик или черепашка, но он возьмет ее и постарается найти ей достойного хозяина и дом. Ну, Лен, будь то отлов или будь то просто человек шел по улице и подобрал котенка, в любом случае все эти животные на улице оказываются по одной простой причине. Их просто выбрасывают. Вот какие причины отказа, как правило? Бывает так, что просто человек говорит, мне надоело, и он выбрасывает животное? Или все-таки причины боли какие-то весом? Открылась аллергия, хотя это тоже не оправдание, но все-таки? Большинство причин – это именно аллергия либо переезд. Переезд на то место, где животному будут не рады. Но на самом деле бывают абсолютно разные причины, что надоело, что не могут справиться. У нас даже была причина, что разный характер. У хозяина, у кошки разный характер, они не сошлись характерами. Простите, но звучит, как будто на бракоразводном процессе в суде. Поэтому причин достаточно, но лидирует то, что открылась аллергия, либо переезжаем с места на место, где не можем держать животное. А вот в принципе, если говорить о животных, которые живут на улице, то очень часто они становятся жертвами живодеров, и сейчас это в СМИ очень активно обсуждается. Как вы считаете, живодеров реально стало больше в наше время, или просто о них стали больше писать и говорить? То есть эта проблема была и раньше, но она так не озвучивалась. Проблема была и раньше. Просто сейчас действительно этой проблеме уделяется огромное внимание в СМИ. Потому что мы находим животных с застарелыми пулями, застарелыми ранами. Поэтому просто раньше об этом не озвучивалось так в сетях, в СМИ. Елена, вот скажите, если я иду по улице и вижу котенка или собаку, который на вид здоровый, у них все хорошо, должна ли я забрать его в приют? Или, возможно, ему лучше в этом дворе, где-то его кормят, у него есть свой домик, может быть, в приюте ему будет хуже? В общем, чтобы не навредить, как себя вести, когда ты видишь бездомное животное? На вид здоровое. На вид здоровое. Если оно одно, то, конечно же, вы можете его забрать даже не столько в приют, сколько сначала в стационар или в клинику, а потом уже к себе домой и искать ему новых родителей. Если, например, вы считаете, что у вас может проживать только одно животное. Если же, например, животных много во дворе, то в первую очередь нужно собраться и решить вопрос о стерилизации. Есть льготная стерилизация кошек, именно кошек, потому что котов на улице кастрировать нежелательно. Они в дальнейшем не находят себе места в своей стае кошачьей. После стерилизации, то есть во время стерилизации, если, например, мы говорим с вами в большом количестве, животных можно отфотографировать, обратиться. Есть платные пиарщики, есть волонтеры, которые подскажут, на каких ресурсах лучше всего и как в том числе писать объявления, проводить рекламу этих животных, в каких сетях, то есть куда обращаться и что делать. Если же мы с вами говорим про одно животное, которое вы, например, увидели, что оно здоровое, и думаете, что с ним делать, забрать его домой или отнести в клинику. Или вообще оставить. Лучше не оставлять, потому что... А может быть, это чей-то кот, и он вышел погулять. Чей-то кот вышел погулять. Объясню, почему стоит что-то сделать. Потому что, во-первых, он принесет инфекцию. Во-вторых, он... Если это кошка, то, скорее всего, у нее будет потомство. Если она гуляет на самовыгуле. Самовыгул вообще вещь отвратительная. Животные не умеют переходить через дорогу. Они не смотрят по сторонам. Их постоянно сшибают. Если они домашние, тем более, туда они... Ну, конечно. Даже не домашние, даже бездомные, они не умеют по всем правилам переходить дорогу. Плюс есть... Если мы говорим о кошках, то есть проблема такая, как собаки, которые все-таки пытаются их догнать и могут навредить. То есть они могут, даже если не лишить жизни, то повредить, например, позвоночник. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп», и мы говорим о бездомных животных. Вернемся буквально через минуту. Никуда не уходите. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Елена Кудешова, волонтер приюта для бездомных животных. Елена, давайте продолжим и вернемся к ситуации, когда человек видит бездомное животное на улице и думает, забрать его или не забрать. А если у человека нет денег, чтобы отвезти его в стационар? Ведь такое тоже бывает. Стационары принимают бесплатно? Стационары не принимают бесплатно. В стационаре нужно внести обязательно депозит. Какой? Депозит, как правило, от 5 до 10 тысяч рублей. Ну, эта сумма уже для некоторых может быть внушительная. Да, внушительная. К сожалению, стационары работают только по такой схеме, потому что бывает, что животных оставляют. То есть не возвращаются за ними. Принесли их в стационар, оставили залог и ушли в депозит. Но если вы визуально видите, что животное здоровое, например, вы взяли кошку, дома у вас либо нет вообще животных, либо есть собака, то есть другой вид, вы можете её принести домой и самостоятельно обработать от паразитов, затем сдать анализы. Если вы обратитесь к кому-либо из волонтёров, то, скорее всего, у этих волонтёров есть договора с лабораториями, и в лабораториях можно сдать анализы в разы дешевле. А, допустим, отвезти сразу в какой-то частный приют возможности нет? Есть возможность. Некоторые приюты берут животных на определённых условиях, то есть у них есть свои условия, что нужно сделать в первый месяц, но, как правило, это платно. То есть они обычно берут средства на корм, на стерилизацию либо кастрацию, на обработку от паразитов, чипирование, в некоторых приютах есть и чипирование, и берут животное до пристройства. Затем вы можете ездить навещать это животное и смотреть, как происходит процесс поиска дома. Понятно. Елена, если всё-таки человек не хочет как-то с этим связываться, забирать животное, но он хочет помогать приюту, какими путями это можно сделать? Очень многие боятся, что в приютах работают мошенники, и все деньги идут не на животных. Вот скажите, как можно помочь приюту, если не деньгами? Абсолютно различными способами. Способов много. Если, например, вы творческая личность, креативный человек, вы можете писать текст для пиара. Потому что когда это первое животное, да, о нём пишешь, полностью раскрываешь его характер. Когда это 50-е животное, которое ты рекламируешь, то текст уже, скажем так, немножко сбивается, становится стандартным. То есть писать тексты – это первый момент. Второй момент – размещать именно эти тексты в социальных сетях. Чем оригинальнее текст, тем больше возможностей, что на это животные обратят внимание. Размещение в различных сетях, на различных сайтах занимает тоже огромнейший отрезок времени. Поэтому такая помощь тоже нужна. Если, например, вы едете вечером домой, вы можете даже это делать в метро, в машине. Да, в электричке, да, в два часа, да, если ехать, можно. Да, и это огромнейшая помощь, потому что… Время с пользой привезти. Время с пользой и шансы у животного повышаются. Затем очень нужна помощь фотографов, тех людей, которые умеют делать отличные фотографии с животными. Это тоже очень немаловажный момент. Постоянно нужна помощь с машиной, чтобы перевозить. Иногда это бывают животные, кошки, собаки. Иногда это бывают продукты, корма для приюта, сено, различные доски. То есть, в принципе, в приют, как правило, нужно очень много всего. Поэтому если необходимо что-то перевезти, то мы, как правило, ищем машину. Пишем габариты, пишем маршрут, пишем, что нам нужно перевезти. И уже люди откликаются. Следующий момент. Если, например, люди могут заказать корм в приют. Оплатить сами, да? Оплатить сами, да? Доставку? Да, и сделаю доставку, да. Конкретно в этот приют корма, расходных материалов, потому что всегда нужны медицинские препараты, ветеринарные препараты, шприцы, перчатки. То есть там спектр очень огромнейший. А скажите, вообще люди стали в последнее время добрее? То есть они приезжают, помогают? Или как-то вот равнодушно к этой проблеме относятся? Вот у нас в России, как вы считаете, за 5 лет, да, которые вы занимаетесь волонтерством? Мне кажется, что стало больше людей, которые несут эти темы, которые распространяют эти темы. И, соответственно, вокруг этих людей уже появляются добрые, позитивные люди, которые рассказывают о том, как они взяли животное. Которые не просто пишут и звонят, и говорят, что вот мы нашли животное, прошли дальше, приедьте, помогите ему. А которые сами действительно делают, которые приезжают в приюты, посещают приюты, уделяют внимание животным. Рассказывают свои истории, какие-то спасения, которые забирают у нас животных. Могу сказать, что процентов 30 из тех животных, которые мы пристроили, с их хозяевами я общаюсь до сих пор. Общаюсь очень близко, и они постепенно вливаются в эту тему. Кто-то более, кто-то менее, но они не перестают помогать, потому что они понимают весь масштаб проблемы и окунаются в это за головой вместе со мной. Ну, вот вы говорите, те, которые взяли из приюта, да, люди, животные. А вот некоторые боятся брать из приюта, хотя хотели бы. Вроде и хочется, и колется. Знаете, боятся, что животные больные или дикие, или плохие. Как себя вести, когда ты хочешь взять животное из приюта? С чего начать? И как обезопасить себя от ситуации, когда ты взял животное, а оно оказалось, например, больным? Я немного отойду от темы, но хочу сказать, что если люди берут животное из питомника у заводчиков за определенную сумму денег, то это еще не говорит о том, что животное будет здорово, к сожалению. К сожалению, да. Относительно приютов волонтеры начинают пристраивать только социализированных животных, то есть животных, которые не боятся людей, которые умеют выходить, умеют гулять. И, например, если говорим про кошек, то они приучены к лотку. Диких животных никто не будет пристраивать. Поэтому уже то, что вы берете животное из приюта, оно социализировано. Вопрос в том, что попав к вам в квартиру, любое животное, скорее всего, от недели до месяца будет находиться в стрессовой ситуации и будет себя вести немножко неестественно. То есть оно может порядаться, может не идти на контакт, но это пройдет. Это нормально. Это нормально абсолютно. Этого не нужно бояться. Да, как и человек, просто у нас у всех разные периоды адаптации. Кому-то достаточно одного-двух дней, кому-то нужен месяц, даже, может быть, чуть поболее. Поэтому мы всегда испытательный срок даем своим новым хозяевам, которые забирают животных. Испытательный срок – это время, как правило, месяц или полтора, в течение которого хозяин привыкает к животному, а животное привыкает к хозяину. И из практики могу вам сказать, что хозяева очень похожи на своих питомцев. Или наоборот, питомцы очень похожи на своих хозяев. Если вернуться к вопросу, то мы берем животное, например, человек берет животное из приюта. Нужно желательно сдать на инфекции, либо если, например, вы уточняете у человека, который занимается этим животным, волонтера, привито ли животное. Если животное привито, то у него уже априори не может быть, то есть она не может быть больной инфекцией. Я могу не поверить на слово? Да, можете не поверить на слово. Что в муниципальных, что в частных приютах паспорта делают, в которых ставятся отметки о вакцинации, обработке от паразитов. А я могу сама, если я выбрала животное, оно мне понравилось, попросить, чтобы его еще раз отвезли на анализы, при мне. Да, конечно. А кто это должен оплачивать? Тут, скажем так, все зависит от человека, от ситуации. Может быть, 50 на 50, да? Может быть, человек сам оплатит. В зависимости от того, как настроен человек и какие у него средства. Потому что что частные приюты, что волонтеры в муниципальных приютах очень часто организовывают сборы. Сборы средств на помощь. То есть они могут быть как адресные, на корм или на сено, или на обогреватели, ремонт приюта. Так могут просто вести сборы средств, а потом они уже тратятся на лечение, на корм и на все остальное. Поэтому тут уже договариваетесь с волонтером, который ведет это животное, чтобы понимать, то есть волонтер ли этим всем займется, возможно, уже сданы инфекции. Если животное ездило на выставку, то, скорее всего, у него же даже есть и паспорт, и вакцинация. Можно еще сделать УЗИ. Если животное несколько лет просидело в приюте, то есть в этом смысл сделать УЗИ брюшной полости. Елен, вопрос такой. А кто чаще поддается адаптации, легче, точнее, будет сказать, коты или собаки? Ну вот с котами, мне кажется, попроще. С котами попроще, ну да, потому что у них не такие размеры. Все-таки собак из приюта забирают нечасто. Нечасто. У нас в одном из приютов, в котором я сейчас являюсь волонтером, за лето, то есть за три месяца, забрали около 150 животных. Это много? В пределах... Это мало. В пределах трех тысяч, да. А мне кажется, это так много. Ну, в пределах трех тысяч животных, которые вообще есть в приюте, 150 за лето. Лето был такой самый активный сезон для собак, потому что их забирали. Кошек обычно летом не забирают. Люди уезжают на дачу, люди уезжают в отпуск. Собак забирают чаще летом, чем в другие периоды. Поэтому это самый активный сезон, и когда за сезон даже, получается, не 50, не 30% от общего количества животных в приюте забираются, но это очень мало. Лена, скажите, как собаку подготовить к приезду в новый дом? И подается ли собака, например, полутора лет или двух лет какой-то дрессировке? Вот если она приютская, вы говорите, некоторые боятся выходить из вольеров, да? Да. Как людям себя правильно вести? Ну, опять вернусь к тому, что мы пристраиваем только социализированных животных. То есть животное, которое совсем не выходит, и которое боится людей, его бессмысленно пристраивать, потому что его, скорее всего, вернут. Люди не готовы заниматься животными вот именно в таком объеме, в такой степени, чтобы социализировать. Но, в принципе, это возможно? Это возможно. Если мы говорим о животном двух, трех, четырех, пяти лет, его возможно, скажем так, подстроить под себя, научить. Социализировать. Социализировать, да. Все это, возможно, было бы желание и время. То есть иногда есть такие люди, которые приезжают, которые видят животное в социальных сетях, зная, что оно абсолютно дикое, приезжают и говорят, что я буду вместе с вами социализировать до самого последнего момента. И забирают после этого. Такие тоже случаи бывают. Здорово. А бывает так, что животное возвращают в приют? Бывает. А почему? Люди передумали? Мне кажется, некоторые недооценивают свои силы. То есть берут, например, больших собак в маленькую площадь, либо берут животное и не готовы дать ему этот месяц или два на социализацию, на адаптацию. То есть возвращают спустя месяц? Бывает, спустя месяц. Спустя полгода возвращают? Бывает, и полгода. Полгода? У нас было даже максимально это год. Год. А животное, наверное, в стрессе находится, когда оно опять попадает в приют? В огромном стрессе. Потому что в данном случае можно сказать, что у животных действительно есть депрессия. Животное подавлено, оно не идёт практически на контакт, забивается в угол. И такому животному уже тяжело подарить надежду и второй шанс. Лен, как можно стать волонтёром? Волонтёром можно стать очень просто. Достаточно взять либо животных с улицы, либо приехать в приют и проявить своё желание, сказать, я хочу быть волонтёром. И действующие волонтёры обязательно откликнутся, научат всему, всему покажут, всё покажут. Ну и будут друзьями дальнейшими, которые будут помогать в пристройстве. Лен, есть у вас буквально несколько секунд для обращения к нашим телезрителям. Дорогие друзья, 2018 год – год жёлтой собаки. Бесспорно, что это идеальное время для того, чтобы взять собаку к себе в дом. Но я хочу сказать, что самое лучшее время – это здесь и сейчас. И если сегодня вы не пройдёте мимо кошки или собаки на улице, или найдёте на этой неделе час или два, чтобы заехать в приют, то вся наша деятельность, вся наша волонтёрская деятельность – не зря. Приезжайте в приюты, вас здесь очень ждут. Елена, спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире была программа «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапочева. Помните, что бы ни случилось в вашей жизни, мы в ответе за тех, кого приручили. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин